28 июня весь мусульманский мир отмечает главный исламский праздник – День жертвоприношения, более известный как Курбан-Байрам. Его отмечают через 70 дней после Ураза-Байрама – праздника Разговения, который символизирует завершение поста в священный месяц для мусульман – Рамадан. Об истории праздника и его традициях узнала наша съемочная группа. Для всех исповедующих ислам Курбан-Байрам – самый главный праздник в году. Его название дословно переводится как «Праздник жертвы» и отмечается он в честь пророка Ибрахима, который умилил Аллаха своей преданностью. Как и всякий другой праздник, Курбан-Байрам имеет ряд правил и традиций, которые должен соблюдать любой верующий. Для начала перед празднованием мусульмане в течение 10 дней соблюдают пост, а ночь накануне Курбан-Байрама правоверным желательно провести читая намаз. Считается, что в это время Всевышний отвечает на просьбы. А отмечать Курбан-Байрам начинают с раннего утра. Совершив полное омовение и надев опрятную одежду, мусульмане коллективно молятся в мечети. В святилище читают Коран, слушают проповедь имамов, который объясняет со значением и происхождением обряда жертвоприношения, который является центральным событием на праздновании Курбан-Байрама. Жертву обычно приносят барана или овцу. Одну треть животного оставляют тому, кто совершил ритуал, вторую треть раздают в качестве милостыни, а оставшуюся часть используют для праздничной трапезы в семье. Поскольку жертва совершается во имя Аллаха, она должна принести пользу нищенствующим и вознаграждение жертвователям в будущей жизни. Ритуальное угощение малоимущих защищает дарующих от всевозможных несчастья и болезней. Празднование Курбан-Байрама длится 3-4 дня и считается желательным и благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям, которым принято дарить подарки.